МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюня у Гомеля отбылась сустреча керавництва областной державной инспекции с российскими коллегами. Гомельские нотариусы проведут бесплатные консультации с нагоды Дня Сямьи. У Гомеля выступил заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино Максим Аверин. И больше подробно об этом не только. Коли 70 тысяч человек приняли удел у святочных мероприемствах, которые прошли в регионе 9 мая. У Гомеля на парад переможцев вышли 5 тысяч человек. Шесть, якое растягнулося практически на километр, пройшло по улице Советской, от площади Паустыня до Вечных Ахню. Узначали ли его кадеты-барабанщики, следом на раритетных автомобилях ехали ветераны. За ими с портретами своих дядов и прадедов пройшли гомельчане. Прочистые мероприемства протягнулись акциями, выставами, концертными и спортивными программами. Для их проведения было заденечено больше, как 25 пляцовок у разных путках Гомеля. Кожный район города подрихтовал свою уникальную программу. Каля 500 лампадок запалили юнаки и девчаты на аллее героев подчас акции «Гомель памяты». Студенты, так само наученцы лицея, у колледжа, ушановали хвилинной маучанье память тех, кто загинул у боях за вызволение города. После чего молодые люди выклали для мемориала лампадками личбу 72. Она символизует колькать годы, что пройшли с моменту героичной перемоги в Великой Айчинной войне. Акция проводится у Гомеля четвертый год за пар. Ее холодная мета – отдать данину памяти всем тем, кто смахался за родиму. Она так само закликана выховывать у подрастающего поколения поважливое ставление до истории героичного минулого нашей краины. У агроградку Поколюбич и Гомельского района отбылась военная реконструкция, просвеченная Апошнему, вызволеншему этапу Великой Айчинной войны. У имитации битвы были выкористаны пиротехника, стрелковая сброя, ретро-техника и иншие войсковые атрибуты. Удельники военно-историчного клубного объединения «Гонор Мундира» перонесли гостей свято на одну с фронтовых дорог, что вяли до Берлина. Тут отбылся складанный бой по межсоветскими воинами-вызволителями и немецкими группами солдат, которые поступово отыходили, но все равно заузято сопротивлялись. Реконструкторы постарались максимально докладно передать дух военных часов. Гучали автоматные черги, залпы гармат, разгорнулся рукопашный бой. У вынику формирования ворога были знищены, и битва завершилась перемогой Червоной Армии. Еще в памяти, лично в моей, те люди, которые, ветераны, которые, я вот, уже их нету, буквально два года назад я похоронил дедушку, и они рассказывали, как они видели войну, своими глазами. Поэтому пока, как я уже говорил, живет все-таки память нас об этих людях, значит, и они отчасти живут. Потому что они действительно, мы сейчас не понимаем, но жертвовали жизнью, своей жизнью ради тех идей, тех идеалов и того будущего, которое у нас сейчас есть. По закончению мероприемства, все жадают, что имели мягчимость сфотографоваться с реконструкторами и ретро-техникой. 9 мая у Гомеля выступил заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино Максим Аверин. Он представил в спектакле концерт «Дню перемоги присвячается». Максим Аверин – актер со щирой душой, харизматичный и достепный. Он зауседы сумленный, сердечный и открытый со своим глядачом. В первой половине моноспектакля прогучали разважание про героизм и мощность советских солдат. Не обменул увагой Максим Аверин и ветеранов войны, которые пришли на встречу с актером. Им артист выказал подяку за великую перемогу и пожидал мощного здоровья. В другой половине выступления под названием «Усё починается с каханья» прогучали верши и песни, присвяченные почутцу, якое ускладанное военное часы давало людям силы и надею. «Я считаю, что 9 мая – это тот праздник, который объединяет нас всех. Он делает то величие и славу огромной страны, которая победила в этой войне. И сейчас совершенно неважна географическая и политическая карта мира, поскольку всё-таки история, люди, которые чтят историю, и которые уважают её и не переделывают, мне кажется, остаётся важным». Святочные мероприемства с нагодой Дня Пирамоги протягивались до позднего вечера. У Гомелей их ярким финалом стали маляуничшие фейерверки. Полюбоваться ими можно было с четырёх кропок. У советским районе святочный фейерверк попередила акция «Салют Пирамога». Ее удельники массово выконали песню «День Пирамоги». Протягиваем выпуск. Господарки Гомельской области выконали установленный Галиновым министерством план сяобы яровых. По оперативных дадзинах яровые культуры у регионе посеяны на 383 тысячах гектаров, при плане у 375 тысяч. Тым часам господаркам треба еще 10 ден, каб полностью завершить сяобы кукурузы. А кроме того, у регионе протягивается посадка бульбы и сяоба огороднины. Сгодно с указом президента Беларуси, отделочница железобетонных конструкций Гомельского домобудовничного комбината Ирина Шабулдаева узнагороджена медалем за працовные заслуги. Гэта не перший выпадок, коли будовник оказывается у центра уваги. У минулым годзе она была делегатом 5-го Усебеларусского народного сходу, на одном с посадженьев якого выступила с докладом об ситуации у Галине. Об лепших будовниках и перспективах комплексу материал Олега Синцерова. Гомельский домобудовничный комбинат – это 70% жилья, которое удвоится в регионе. А прача Гомеля – Жлобин, Речеса, Сельская Мясовочка. До того же в этом месяце комбинат в першине вышел на столичный рынок. Зараз у Минска гомельчане начинают будовничество двух домов. Свою историю Гомельский домобудовничный отличил из 1966 года, но по сути, зараза это совсем иншая творчество. В 2009 году тут провели первый этап модернизации, просто четыре года завершили другим. Это была вымышенная мера – выработать конкурентно-здольную продукцию на втором обсталевании было уже немогчимо. Очень инновационное оборудование, и компьютерное, много очень техники, и очень много работы с компьютером именно. Роботы, автоматический режим работы, всего оборудования. Поэтому качество кардинально поменялось. То есть уже лучшее невозможно. Запуск в годе основания Гомельский домобудовничный комбинат увел в эксплуатацию больше 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Кольки домов узвидено при непосредственном отделе Ирины Шабулдаевой, одразу не скажет и она сама. Спочатку кировала бригадой маляров-танковщиков непосредственно на объектах. Зараз перешла на завод буйнопанельного домобудования отделочницей железобетонных конструкций. Она завсюду вызначалась из рода инжек. В Гомельском техническом университете, например, який скончил в 2006-м, была старостой группы. Летость ей обрали делегатом 5-го всебелорусского народного схода, где выступила с докладом о ситуации в Голине. Сказала не о успехах, а о проблемах, которые перешкажают работе. Снизились объемы строительства. Естественно, это влияет на нас, на строителей. То есть нет объемов, нет работы, нет зарплаты. Нет работы у людей. Опять же, уровень качества нашей работы. Я говорила о том, чтобы на стройку приходили люди более подготовленные. Чтобы у них было побольше практики. Чтобы они практику непосредственно проходили на рабочих местах на стройке, а не просто в классах теории. Ирина Шабалдаева каже, что уражение от делу в усебелорусском сходе застанутся на все життё. Як до речи и от узнагороджения медалём за просованные заслуги. У гэтая дни Ирина снова на своем просовном месте. Неоглядячи на огульное снижение объемов жилевого бодовництва, на комбинации мкнуться не просто заховать в творчей могутности, а ли и выкрасить их для отримания максимально максимального прибытия. У гэтая дни керавинисты предприемства ведут перемогу с российскими партнерами об обоширении присутности на рынку федерации. На сегодняшний момент работаем в городе Калуга, район Веснушка, продолжаем строительство. Начали несвойственный для себя объект. Это тренировочная база в городе Калуге, которая готовится к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Также город Москва сейчас прорабатывается, объекты готовятся, проектная документация. Сегодня у Гомеля отбылась рабочая нарада с уделом керавництва Державной инспекции региона и начальника управления Державной инспекции дорожного руху с Бранской и Калужской областей России. Мы это с устречей удосконаление взаимодействия по забеспечению дорожного руху. Дмитрий Котов протягнем. Размова областным управлении ДАИ должилась годину. На парадку дня самые разные пытания. У приватности гостей с соседней краины текают в опыт боротьбы с пьянством за рулем. На дорогах Бранской и Калужской областей каждая семая ДТЗ отбывается по этой причине. Недобросумленных водителям не пужают великие штрафы и навод криминальная отказность. Нагадаем, у Беларуси повторное порушение на протягу года тягнет за собой конфискацию автомобиля. Такие жорсткие меры начальники региональных инспекций подтремливают и упевнены, что подобная практика з'явится у России и станутшим чином, поплывая на ситуацию. В взаимодействии с гражданским обществом находим очень много людей с активной гражданской позиции, которые нас информируют, мы просим информировать о том, что если известен факт управления состоянием пьянения, чтобы информировали ближайший наряд дорожной потомной службы, либо дежурную часть. И этот результат есть. У нас где-то получается, где-то в среднем, каждый восьмой задержанный, это по информации получено от гражданского населения. Одно из главных вопросов встречи – створение одиночной информационной просторы. Иншими словами, как у базы даденных ДАИ находилась информация про автомобилистов обе двух краин. Пакуль ситуация неоднозначная. Коли, например, Беларусь, порушая правила дорожного руху на территории России, и это навод фиксуя стационарное фото альбо видеокамера, ниякие администрационные меры до порушальника не применяются. То же и в Беларуси. При створении одиночной информационной просторы, на думку удельников с встречи, отремается дисциплиновать водителя, когда они выезжают на территорию сусидней краины. Автоматическая фиксация нарушения, без участия фактических сотрудников КАО. Возвращаемся обратно к необходимости создания единой базы, для того, чтобы мы могли получать информацию о владелец транспорта и, естественно, привлекать к ответственности, отправлять так называемое письмо счастья соответствующим адресатам. Понимаем, что проблематика существует, и на этой встрече мы сегодня услышали об этом. Мы, в свою очередь, подготовимся к Вячеславу Вячеславовичу по приезду рапортными, руководству нашего о том, что, да, действительно, эту проблему надо решать. И чем быстрее, тем лучше. Размова по этих вопросах протягнется на совместной коллегии Министерства внутренних справ России и Беларуси, которая запланована на червень. Дмитрий Котов, Игорь Марыченко, отель радиокомпания «Гомель». У Гомельской области узмакняют боротьбу с лихачами. С 12 по 31 мая на территории региона пройдет комплекс профилактических мероприемств «Хуткасть». В этот период экипажи ДПС будут максимально наближены до места в концентрации ДТЗ. До речи, только с начала года у Гомельской области за порушение «Хуткасных режимов» здесь не на 32 дорожно-транспортных здарения, у которых загинули 13 человек и больше за 40 отримали травмы. Гомельские нотариусы проведут бесплатные консультации до Дня Сямьи. Яны отбудутся 11 мая с 17 до 19.01 у областной библиотеки имя Ленина. Уси жадающие смогут отримать бесплатную допомогу по пытаннях семейного, спадчинного, громадянского права и сделок с нерухомостей. Тут же можно будет ознайомиться с махчымастями бесплатного интернет-ресурсу «Правовый форум Беларуси». У Гомельским Державным Театры «Лялик» отбылась премьера спектакля «Тим Таллер» або «Продадзіны смех». Йон был поставлены по одноименной кассе ведомого немецкого дитячого письменника и поэта Джеймса Круса. У центры твора маленький хлопчик Тим Таллер, який володаев разным смехам. Одной чаяму сустрякается загадковый барон «Троч» або, коли прочитать надворот «Чорт». Йон заключая с Тимом сделку, якая лезника штавала хлопчику життя. У спектакля заденечено шмат декораций, малявничих костюмов, масок и, конечно, лялек. Сценичное деяние дополняет музычное супроводжение, прыхожая пластика артистов, а так само видовищные гуковые и светловые эффекты. Постановка различена на дятей середнего школьного взросту. Яна, як и сама казочно-философская оповесть «Тим Таллер або «Продадзіны смех»» расповедая юным театралам, что щирая счастливая усмешка дорожайшая за усе гроши. Пытаемся разобраться, что кроме мамы, родины, еще есть что-то самое дорогое. И как относятся к деньгам дети вот такого возраста. Всегда ли это хорошо? Дать какие-то пояснения. Может быть, там, в художественных каких-то своих символах, образах, чтобы это было интересно смотреть. Ну и потом, что-то кто-то вынесет свое из спектакля. Ну вот такой эксперимент мы сделали. В ближайшие дни в регионе заховается прохладная надворья. Чекаются дожди и навод мокрый снег. По информации областного гидрометцентра, у ночи и завтра у день прогнозуются короткочасовые дожди. Температура поветра складе от минус 2 до плюс 3 градусов у ночи и от 6 до 11 градусов тепла у день. Дождь и мокрый снег верогодная у ночи на 12 мая. У день у пятницу будет переважно без опадков. Слубки термометров поднимутся до плюс 3 ночи и до 17 в день. У субботу махчимы на вольнице. Паветра прогресса до плюс 15. Потепление пройдет 14 и 15 мая. Дожжи спынется будет до плюс 8 ночи и 20 с плюсом у день. До речи, за прохладной весны все лето прогнозуется снижение колькостей випадков укусов кляшчоу. Пик их активности откладается на другую полову мая и червень. ГТ, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернету. По адресу www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Сергеем Негяревичем. До новых встреч у эфира!